Сегодня на трассе был сбит дорожный рабочий. Мы в километре отсюда были. Мы бригадами работаем. Здесь была бригада из всех человек. Жители частного сектора жалуются на отсутствие детских площадок. Давайте все падаем, потому что камни. Играть нам негде. В Березники приехали борцы и из разных городов страны. Нельзя в нутрички в глаза, удары по затылку, по позвоночнику, в пах. Журналисты нашей компании вновь удостоились самых высоких наград. По секрету, никто не звонит и не говорит. Дать надо этому, этому и этому. Синоптики обещают сегодня ночью заморозки, а завтра днем почти летнюю температуру воздуха. Но подробно об этом в конце выпуска. А пока мы готовы рассказать о самых интересных и важных событиях дня. Это новости на ТНТ в студии Елены Вавилова. Здравствуйте. Сегодняшний вторник не обошелся без трагедии. В окрестностях Березников произошло смертельное ДТП. В результате столкновения прямо на трассе оборвалась жизнь дорожного рабочего. С места события передает Евгения Кокшарова. Страшная картина на трассе. Движение почти перекрыто. Раскуроченный грузовик и безжизненное тело на обочине. Судя по спецодежде, дорожный рабочий. В районе 11 часов на автодороге Кунгурс-Аликанск, 295-м километре, произошло дорожное происшествие, при котором погиб сотрудник, осуществляющий дорожные работы, получил травмы, несовместимые с жизнью. За сухой полицейской сводкой стоит жизнь практически мальчишки. Погибший работник компании «Химспецстрой» 21-летний Данил сегодня домой не вернется. Утром вместе со своей бригадой он занимался привычной работой. Заделывал трещины в дорожном полотне мазутом. В этот момент его сбил грузовик. Мы в километре отсюда были. Мы бригадами работаем. Здесь вот была бригада из трех человек. Мы там были из трех человек. Потом нам позвонили, сюда нас забрали. Второй участник дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовика, сейчас находится в больнице. И стражам дорожного порядка предстоит выяснить все подробности трагедии. Однако водители уже окрестили это место проклятым, так как пару лет назад здесь произошло еще одно смертельное ТТП. Евгения Кокширова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Сейчас мы расскажем еще об одном дорожном происшествии, подробности которого шокируют. Сбить человека могут не только на дороге, но и в собственном дворе. Накануне вечером на придомовой территории одного из березняковских домов был сбит ребенок. В полседьмого вечера 11-летний мальчик гулял вместе со своим другом недалеко от отделения Почты России, что за вторым универсалом. Дети шли в сторону 62-го дома на улице Мира. Вдруг из-за поворота вылетел неизвестный автомобиль и наехал на ребенка. В результате мальчишка поступил в больницу с закрытым переломом ноги. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Марка, модель автомобиля неизвестна. Мальчик поясняет, что запомнил только цвет автомобиля. Цвет серый. Всем, кто стал свидетелем происшествия или имеет запись этого ДТП с видеорегистратора, просьба обратиться в ГИБДД по телефону, который вы сейчас видите на экране. Березняковский мошенник, который зарабатывал миллионы, сидя в тюрьме, не дожил до очередного суда. Сегодня нашему телеканалу стало известно, что преступник был очень болен. Отбывая наказание, гражданин Вергунов проводил мошеннические действия на всей территории страны. Он украл у жителей страны, в том числе и у березняковцев, с помощью мобильного телефона более 2,5 миллионов рублей. Это недавняя статья. А 10 лет назад Вергунов был осужден за разбой и убийство. Отбывал наказание в колонии строгого режима 20 лет. Однако это не мешало мошеннику параллельно обманывать людей и совершать новые преступления. Как нам стало известно, в суде рассматривалось уголовное дело, где мужчине предъявлено обвинение в 40 эпизодах мошенничества. Уголовное дело было приостановлено еще в начале мая из-за тяжелой болезни подсудимого. По данным суда, Вергунов умер, находясь в изоляторе. К другим темам. Кто построит детям счастье? К нам в редакцию обратили жители частного сектора за второй городской больницей. Дело в том, что вблизи их домов нет детских площадок, а детей в этом районе довольно много. Наша съемочная группа убедилась, что ребятам из частных домов тоже хочется где-то играть и гулять. Самодельная песочница – единственное развлечение местных ребятишек. Здесь точно не разгуляешься в разнообразии детских игр. Зато фантазия этих детей наверняка работает на ура. После уроков захожу под соседями шибковыми, и мы идем гулять около песочницы. Бывает все падаем, потому что камни. Играть нам негде. Когда становится скучно, можно прогуляться на поляне, что через дорогу от домов. Вот и весь досуг. А детей в этом районе, в простонародье называемом Кропачево, много. Почти в каждом доме по два ребенка. Ближайшая детская площадка в 10 минутах ходьбы. Ближайшая площадка, ну мы где нашли, это напротив Слободы магазина, там дом есть. Ну там, ну такая уже старенькая какая-то площадка. Вот они у нас тут бегают, прыгают в песках, в кучах. Строительных. Да, негде им абсолютно вообще играть. Соседи, объединившись, пытались своими силами создать детям веселье. Но здесь их постигла неудача. Самодельный городок простоял недолго. Делали площадку мы, на улице Всеобыча, мы отгораживали сеткой, рабицей. Делали песочницу, делали домик, делали машинку. Но нам пришло предписание эту площадку убрать, потому что мы занимаем, как сказать, незаконную территорию. Что это не наша, не придворная, что у нас есть своя граница, и мы по этой границе тоже можем быть. Из-за этого пришлось убрать нашу детскую площадку. И по сути дети остались и без всего. Жители частного сектора не знают, куда обратиться за помощью. Ведь хорошую, качественную детскую площадку своими руками построить практически нереально, да и накладно очень. У кого просить помощи, люди тоже не знают. Вот здесь мы видим, место есть, у больницы хорошее, никем не используемая травка. Если бы можно было огородить, то, соответственно, там, как мы видели, сделать для маленьких детей, например, песочницу, качели. Ну, что там, какое-нибудь городок, горку, да. Что-то полазить. Что-то полазить, да. Ну, а для более старшего возраста детей, безусловно, может, там, турник, брусья, для того, чтобы, ну, парни растут. Надо, чтобы парни готовились, там, служба в армии и так далее. Мы отправили запрос в администрацию, чтобы чиновники подсказали, как быть, когда хочется, чтобы дети были в безопасности и под присмотром. В ближайших выпусках мы расскажем, могут ли власти помочь построить детям счастье. Александр Зеленин, Александр Зибзеев, Новости на ТНТ. Расходы превысили доходы. Накануне в администрации прошли публичные слушания об исполнении бюджета города за прошлый год. На заседании присутствовали депутаты, представители общественности и специалисты. Но все прошло спокойно и гладко. Жаль, что публичные слушания не предполагают дискуссий. Согласно отчетам, в прошлом году в городской бюджет поступило почти 4,5 миллиарда рублей, а расходов оказалось больше на 6 миллионов. Дефицит власти покрыли за счет остатков средств с предыдущего года. Бюджет распределился на 12 муниципальных программ. По сравнению с 2014 годом, больших средств потребовали сферы благоустройства, культуры и спорта. А вот расходы на образование сократились. Однако все равно на образование была потрачена значительная часть общих средств. В минувшем году появились 4 новых программы и, соответственно, новые расходы. Например, жилища и транспорт. На 12 тысяч квадратных метров дворовых территорий 13 многоквартирных домов было потрачено 136 миллионов рублей. По отчету была проведена проверка контрольно-счетной палаты с целью установления достоверности отчета и выявления ошибок и нарушений. Фактов осуществления расходов непредусмотренным бюджетом или с превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено. Заместитель председателя Думы Эдуард Смирнов поднял вопрос по замене лифтов. Напомним, что до конца года в нескольких многоквартирных домах лифты могут быть остановлены. Депутат предложил направить на решение этого злободневного вопроса средства местного бюджета. А председатель Думы Константин Белоглазов отметил низкое освоение бюджета для переселения людей на правый берег. И предложил заслушать отчет представителей края строительства микрорайона Любимов. А также повторно совершить туда депутатский рейд и проверить, все ли готово к приему переселенцев. Продолжу выпуск. Депутат ЗАГС Собрания края Дмитрий Скриванов приехал в гости к воспитанникам детского дома под Кудымкаром. Наши коллеги отправились вместе с ним. Дмитрий Скриванов вместе с женой Натальей приехал в гости к воспитанникам Центра помощи детям под Кудымкаром. Вместе с супруги привезли подарок. Не появляться же с пустыми руками. Большой телевизор разместят в одной из комнат, где ребята проводят свободное время. Впрочем, как оказалось, одного телевизора явно недостаточно. Видеоигр не оказалось, а Дмитрий Скриванов пообещал ситуацию исправить. Следующий свой приезд. Руководство Центра показало гостям комнаты, где живут и учатся воспитанники. Кабинет труда особенно впечатлил. Ребята создают уникальные поделки из бересты. Педагоги говорят, что никого из воспитанников сюда приходить заставлять не надо. Ремеслу учатся добровольно и с большим желанием. Дмитрий и Наталья Скривановы сами выпускники детского дома, поэтому знают, как никто другой. Внимание для таких детей – вещь необходимая. В Центре помощи детям скоро выпускной. Закончившие обучение воспитанники отправятся дальше, приобретать профессию и жить уже другой. Взрослый с жизнью в которой Дмитрий Скриванов пообещал ребятам идти только вперед. Небольшая экскурсия депутата впечатлила. В сравнении с тем, что было, для детей создались современные комфортные условия. Безусловно, государству хватает средств на то, чтобы содержать это в достойном, приличном варианте. Я сказал так, что наш детский дом был попроще. С руководством Центра депутат договорился о некоммерческом партнерстве и обещал обязательно приехать снова. Победа в каждом из нас. Под таким девизом в Березняках прошел открытый кубок Пермского края по смешанным боевым единоборствам, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Когда исход поединка решают и точные удары, и борцовская выносливость в репортаже Дмитрия Сидельцева. Пять городов Пермского края, а также Ижевск и Оренбург представили своих бойцов на этом турнире. 40 участникам предстояло сразиться за победу в семи весовых категориях. Название вида спорта «Смешанные боевые единоборства» само по себе предполагает владение разными техниками ведения поединка. Приветствуются удары руками и ногами, броски, болевые и удушающие приемы. Но такая свобода в выборе средств достижения победы не имеет ничего общего с так называемыми боями без правил. Бои без правил это было очень давно и неправда, это еще в начале 90-х, потому что не имело полностью основного под себя базу юридическую и так далее. Сейчас это полностью легализованный вид спорта, очень много правил. Его нельзя? Нельзя? Ну, тычки в глаза, удары по затылку, по позвоночнику, в пах. Победа достигается лишь хорошо отточенной техникой, а вот борцовской или ударной каждый из спортсменов решает уже на ринге. Например, березняковскому бойцу Данилу Иванову удалось в первом же раунде двумя точными ударами отправить своего соперника в нокаут. Смотря какой соперник, если он ударник, то лучше с ним бороться, если он борется, то лучше бить. Я вообще хотел подвигаться, не хотел быстро заканчивать бой. Я думал бороться, но он пошел и получилось так, что я ударил боковой и поднял его снизу. Аперкотом и он упал. Но иногда поединок превращается в настоящий марафон из борцовских приемов. Менее эффектная, на первый взгляд, борьба в партере на самом деле серьезная проверка мышечной выносливости. Юлия Чебыкина, пришедшая поболеть за березняковскую команду, 15 лет занимается самбо. Эта буря эмоций, ее реакция на каждое верное или неверное движение нашего спортсмена. Мне нравятся эмоции, вот эти испытывать победы, когда побеждают наши спортсмены, именно из березняков. Победа зависит от подготовленности спортсмена, как спортсмен готовится, но и, конечно, еще есть какая-то доля успеха. Успех на этом турнире был на стороне хозяев ринга. В семи весовых категориях пятеро березняковцев вышли в финал. И четверо из них одержали победу. В итоге командное золото завоевали березняки, серебро досталось клубу «Центр ММА» из Перми, а третьими в командном зачете стали бойцы из Верещагина. Дмитрий Сидельцев, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. А культурно-деловой центр объявляет о начале грандиозной акции. Березняковцев приглашают принять участие в танцевальном флешмобе «Любимый город». Каждый житель города, независимо от возраста и уровня хореографической подготовки, может стать участником огромного праздника музыки и танца на Советской площади 25 июня в день рождения города. Занятия будут проходить в филиале культурно-делового центра на проспекте Ленина 59 с 24 мая. Каждый вторник и четверг вас ждут в 12 часов каждую субботу в 11.00. Телефон для справок сейчас на экране. Сделаем мы вместе незабываемый подарок любимому городу. В город пришло лето, которого мы так ждали последние два года, поэтому пора приобретать себе обновки, в том числе и обувь. А сколько пар туфелек должно быть в гардеробе каждой девушки, выясняла Евгения Кокшарова. А я пока подсчитаю, сколько же обуви у меня. Сколько пар обуви должно быть в гардеробе каждой женщины? Сколько у вас? Девять у меня, около пятнадцати, мне кажется, должно быть. Летний? Примерно десять. У меня где-то три пары обуви летней. Кожаные сланцы, босоножки и такие летние кеды. Ну, у меня, наверное, пар двадцать есть. Лично у меня. Ну, больше, лучше, потому что они дольше носятся, если их много. Несмотря на то, что мнения расходятся, стилисты всего мира считают, что существует базовый обувной гардероб. Например, классические черные туфельки должны быть у каждой уважающей себя леди. Для летних женственных образов ультрамодные босоножки на устойчивом каблуке. Ну и, конечно, нужно давать отдохнуть любимым ножкам. Молодежь сейчас предпочитает кеды. В нашем отделе такие модели поступили с 33-го размера. Можно будет подобрать на любой вкус и кошелек. Текстильная обувь завоевала сердца миллионов. Кеды самых разных цветов и размеров. Модные слипоны на толстой резиновой подошве. И хит этого сезона – очень удобные и практичные слиперы с ярким принтом. Очень соблазнительный вариант для любой современной девушки. Правда, не стоит забывать, что обувь лучше приобретать фабричную. Ведь некачественная обувь быстро потеряет форму. Поэтому, выбирая обновки на лето, обращайте внимание на производителя. Текстиль этот не линяет, не выцветает. Он долго сохраняет цвет и форму. Стелька в такой обуви изготовлена из кожи. Кожа – дышащий материал. Хорошо впитывает влагу. Подошва – полиуретан. Она легкая, амортизирующая. В такой обуви будет легко ходить. Нога будет себя чувствовать комфортом и не устанет. Босоножки, туфли, легкие ботинки. Широкий ассортимент как женской, так и мужской обуви. Вы можете найти в обувном магазине «Шевро». Сейчас здесь настоящий ажиотаж. Ведь тут продают обувь только от проверенных производителей. Адрес магазина «Шевро» знаком многим. Торговый центр «Миллениум», второй этаж. Как мы уже выяснили, в женском гардеробе может быть бесчисленное количество пар обуви. Все зависит от наших возможностей. Спасибо. Но хотя бы одну летнюю обновку вы приобрести просто обязаны. Хотя бы потому, что уходить из обувного магазина в новой паре – это просто потрясающее ощущение. Евгения Кокшарова, Александр Зигзеев. Новости на ТНТ. И сегодня, в Международный день телекоммуникации, мы не можем обойти стороной еще одно событие. В Добрянке прошел престижнейший межрегиональный фестиваль телекомпаний «Малых городов в семье единой». Этот конкурс стал настолько масштабен, что его теперь называют «Уральским ТЭФи». Журналисты ТНТ «Березники» удостоились самых высоких наград и удивили даже опытное столичное жюри. Самые эмоциональные моменты в нашем сюжете. Добрый и радушный город Добрянка встретил нас солнцем и душевной теплотой. Люди здесь отзывчивые. На межрегиональный фестиваль «В семье единой» съехались больше сотни телевизионщиков. Наша команда приехала с целью показать, чем живет город «Березники» и какие новости смотрят березниковцы. В общем, смотрим. Весна, снег тает, коммунальщики не справляются. Управлять такими махинами неопытному человеку практически невозможно. Посмотрим, что из этого выйдет. Много своих работ мы отправили на конкурс, чтобы их оценили компетентные члены жюри, ведущие журналисты федеральных каналов. За плечами десятки познавательных мастер-классов. Стоит отметить, и нас, вроде как и участников фестиваля, тоже попросили поделиться опытом. Мы открыли секреты своей работы в полевых условиях. Предметом обсуждения стал военный проект «Четыре цвета войны». Война есть война. В прошлом году этот фильм взял самую высокую награду – Гран-при фестиваля. Без слез на этот раз не обошлось. Проект тронул всех. Уральский ТЭФИ закончился церемонией награждения. Елену Вавилову, ведущей информационной программы, признали лучшей в этой номинации. Социальный проект телеканала «Осторожно, мошенники» также удостоен высшей награды. «Осторожно, мошенники!» В этом проекте мы совместно с полицией рассказали березняковцам, как остерегаться мошенников, которые обманывают людей. Проекты телекомпании ТНТ «Березняки» отметили и в других номинациях. Таких, как информационно-развлекательная программа и публицистическая программа. Там мы стали финалистами. Открытый разговор с Еленой Вавиловой тоже вошел в число лучших. Жюри отметила высокий уровень профессионализма работников нашей телекомпании. «Палитра чувств, потому что, безусловно, лидер в регионе, безусловно, флагман, на который, маяк, на который можно общаться. И это частая фраза, которая звучала у нас в заседании». Всего мы увезли с фестиваля семь наград из восьми номинаций, в которых заявились. Обещаем, что и дальше будем делать для вас только самые интересные и нужные программы. Екатерина Федорова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Кстати, Екатерина Федорова скромно умолчала о себе. Она получила вот такую статуэтку в номинации «Лучший репортер». И все эти награды мы получаем, потому что делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, выясняли на видео необычные события или происшествия, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. Субтитры подогнал «Симон»!